друзья то что я говорил вот про этот грибок который пожирает вот представьте вся школа моя девятая тоже в том числе в этой вот хрень и что это такое я не знаю напишите в комментариях кто знает друзья заходишь в любой двор посмотрите просто количество шин это омерзительно какие-то куски кто-то сбросил по моему арбуз но шины просто количество очень-очень они повсюду и здесь слева и справа где угодно абсолютно это конечно абсолютно недопустимо и с одной стороны люди не паркуются там где шины то есть если вот здесь например шину поставили бы наверняка они бы не парковались прямо непосредственно на бордюрную часть где должны люди ходить но к сожалению мы имеем именно вот подобные дворы что не есть хорошо вот здесь здесь повсюду абсолютно куда не глянь скамеек много это классно это хорошо но или вот например да есть абсолютно нормальное решение но нет на каждого дачу повесить шину чтобы машина не заехала непосредственно между ними понимаете а просто дворы не резиновые к сожалению автолюбители которые паркуются вот таким образом конечно кроме как ублюдками таких вроде не называют никак по-другому но видите что везде вот такой произвол ужасно просто и опять же вот эти базарные люди которые за собой оставляют вот такой срач смотрите нормально ли это а скину сзади вот вот под эту частью чисто а здесь видите что абсолютно нечисто осторожней сбивает по моему на реке ну это конечно тоже а там машин до хера проще перейти в нормальном месте дороге да и мусора до хренище если так вот посмотреть валяется все абсолютно то есть люди просто проходят и бросают мусор и никто за этим толком не ухаживать не следит и превращаются дворы просто мусор по-другому и низко кучу мусора смотришь вот так вот там что это стекла кустарник сухой и никто это не убирает я вам так скажу просто невероятное количество да не пук чем и так дамы и господа мы начинаем собственно мы собрались здесь да называется заведение ла плачин до приятного аппетита вот катя тебя видно вот теперь видно здесь довольно интересное меню которое скринно скотчем очень удобно и классно но собственно сейчас будем играть настольные игры а настольная игра которая называется как как называется настольная игра кто-нибудь знает а донетка сегодня будем знакомиться с такой вот настольной потрясающей игрой тогда мы господа я решил убраться наконец-то вот мой первый этаж я сейчас чищу все подметаю убираю у нас есть на третьем этаже мальчик дурачок который постоянно орет и так далее и только что он плевался не знаю надеюсь максимум что он на что способен очень надеюсь что не будет никаких агрессивных от него сейчас он не скидывал на меня наковальню топ видео будет последним вроде не выглядывает пришел забирать рамочку и поставил свою новую работу блин она по 0 5 сантиметра не хватает с каждой стороны и казалось бы они могли искать ну слушайте это ваши размеры вы такие сказали размеры поэтому забирайте что хотите но нет люди пошли договариваться и соответственно сказали то без проблем его переделаем то есть никаких не нужно дополнительных затрат или чего-то еще хотя уже скоро мы все готово казалось берите забирайте типа как бы у нас уже не касается но нет вот это мне нравится сервис потрясающе и я заказал в награду еще две рамочки поэтому будет 3 я думаю не пусть удовольствие качество хорошая я еще сниму вам покажу и стоимость получается примерно по 12 долларов это одна рамочка они очень легкие очень аккуратный компактный вообще потрясающе мне не нравится итак друзья с нами увязался вот такой вот песель барбосель мы сходили в магазин и купили ему сосисок три шпонки не укусил кальций три аккуратно стал сейчас подумать что еще отбираешь хочешь сама скушать ну две сосиски мы ему купили сначала хотели одну продавщица предложила что если он одну не выдержит ему 2 надо будет 2 маловато 5 килограмм все братан нет больше сосисок точно ты проверил смотри хорошо смотри не все я хочу за собой не убрал вот это надо выбрасывать мусорку ну что тебя учить я больницу подчеркнуть друзья сегодня очень красивый закат посмотрите просто на него весель до сих пор с нами мы играем в теннис и он с нами да борта ну что ж друзья в террасполе возле второго озера поставили вторую наконец-то такую прекрасную качелю которая сейчас на и продолжает идти эту качель очень часто занимают художники и рисуют здесь разные портреты потрясающе красивые тут рядом спортплощадка и молодежь может сразу и заниматься в том числе спортом ну а мы идем беседку попоем немножечко не там где много полугов а в дальнем беседку и третьем тирас пуска молодежь занимается разными плюсом числе ему лет лет шесть наверно все равно что-то делает и так друзья мы коченели замерзли собакин до сих пор за нами бежит и он лаял на всех просто никого не впускал в беседку в которой мы пели с катей и вот он бежит и бежит он не может успокоиться и не бежать очень агрессивно собака она конечно я понимаю что она охраняет защищается и прочее не воспитана абсолютно дворовой плюс друзья построили церковь буквально я не знаю за пару месяцев батюшка общается по телефону очень быстро я в нее обязательно зайду посмотрю что там но она какая-то такая маленькая аккуратненько неожиданно конечно снесли просто старые постройки поставили что-то новое да вот старую церковь разобрали стоят от нее раз ну и тут какие-то вот а это туалет боже мой ты свои патриотичные уши главное закрой так друзья вот смотрите вот это нормально вообще нормально нет вот прям центр города казалось бы тут базар и все все дела и торчит просто шпиль кто-то споткнется вечером не дай бог убьется нахер вот это что такое ужас просто ужас что творится у меня дома мама сводит собак на четвертом этаже шумит тот ненормальный которого я снимал день назад он бесится и бьет ногами в пол не знаю услышите в этой вине а я пытаюсь настроиться чтобы нарисовать новую картину так и живем